Жизнь после трагедии. Соседи сгоревшего дома Освадурова рассказали об условиях проживания после страшных декабрьских событий. Во время спасательной операции их отселили в гостинице на несколько дней. После возвращения все коммуникации подключили. Но ремонт в квартирах никто не делал. Дмитрий Богомолов пообщался с местными жителями. Глаза пухли, блестят стеклом, огни потухли, в голове дурдом. Я смотрю на здание, оно пахнет как боль, лишь одно ветро касание и от дома останется ноль. Это строки и стихотворения девочки, проживающие в соседнем дворе с домом Освадурова, где 4 декабря 2019 года произошла страшная трагедия. Сейчас мы находимся во дворе по адресу улица Троицкая, 23. Здесь мы пообщались с жителями о последствиях пожара. «Бегом домой!» – такие слова по телефону от соседки услышала Изабелла Фаевелевна сразу после начала пожара. Она проживает в соседнем доме, говорит, даже через стену. В ее квартиру на третьем этаже пробивались клубы дыма. Страшно. И чем это все закончится? Еще это красное… Там же ветер был. Хорошо, что ветер дул в другую сторону и сюда не занесло. Инженер Василий Штырба живет на первом этаже. Во время пожара он был дома. Его окна выходят во внутренний двор колледжа. На балконе до сих пор запах гари. Говорит, не было бы решеток на окнах сгоревшего здания, можно было бы избежать жертв. Также у Василия Тимофеевича есть своя версия причины пожара. Пожар произошел из-за того, что повышенное напряжение в сети, где-то вместо того, что 220 вольт было, ну, может быть, больше там, больше 240, есть 250, 256, 270 и далее. Вот. И боюсь, что этот пожар возник именно по этой причине, что там повышенное напряжение в сети. Рядом стоит подстанция, значит, об этом люди знают, но никто ничего не делает. Соседи оперативно собрали в банке. По соседству и тех, кто не мог остаться у родственников, отселили на несколько дней в гостинице Айвазовского и Континенталь. После возвращения в свое жилье пришлось посидеть еще пару дней без света и воды. По словам жителей, серьезных разрушений в их домах удалось избежать. Мы живем на первом этаже, вот у соседей на третьем этаже, они жалуются, что там плохо. У нас, слава богу, все хорошо. А вот то, что осталось, я думала, ну что это такое? И сама ее посмотреть не могла, потом уже на лестницу внук залез и посмотрел. Он говорит, нет, бабушка, это не живность, это ржавчина. Вот покажите, где это? Ну вот, вот это вот все, вот эти вот все, вся эта полоса. Люди уже привыкли, что все ремонты в подъезде делают за свои средства. Даже крышу после сильного потопа в июле пришлось делать самостоятельно, а это не дешевое удовольствие. Я ему заплатила за работу, и это вот, я уже не помню, то ли 16, то ли 18. Тысяч? Да. Причем проблемы с коммуникациями дома были еще до трагедии. Они не работали и раньше. Вот, значит, когда делали стоянку, БТИ, делала стоянку, они снимали деньги со стоянки. Вот, а люки, которые там идут в коллектор, просто-напросто их заасфальтировали. Понимаете, мало того, там в здании, в самом здании, в полуподвальном помещении, тоже позаливали бетоном, позаливали люки. Вот, понимаете. И это следует ожидать. Если не пожар, а так наводнение, что-то должно было произойти. Сам памятник архитектуры восстановлению не подлежит. Так считает председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Иваницкий. Он говорит, что конструкции, которые остались после пожара, полностью выгорели и потеряли прочность. Поэтому их необходимо разобрать, а потом отстроить заново. Через департамент жилищно-коммунального хозяйства идет взаимодействие с каждым из проживающих жильцов. Насколько мне известно, сейчас проведена и закончена экспертиза технического состояния, сгоревшей части здания. И, к сожалению, заключение не особо положительное в этой части. И еще раз хотелось бы отметить то, что есть такие вопросы, которые нужно решать опять же здесь. Необходимо решать в срочном порядке. И, наверное, это здание необходимо разбирать. И восстанавливать, реинновировать, и восстанавливать его в прежнем виде. А вот у соседей другое мнение. Они бы хотели сохранить памятник архитектуры. Все надо законсервировать, то есть его надо накрыть крышей, чтобы его не это самое... Это памятник архитектуры. И я считаю, что ее надо восстановить. Крупный пожар в здании экономического колледжа произошел 4 декабря. Трагедия унесла жизни 16 человек. Погибшие при спасении людей с пожара преподаватель экономического колледжа Анна Бартьюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Сергей Шатохин посмертно были удостоены звания Героев Украины. Строки стихотворения юной поэтессы Анастасии, которая живет по соседству, говорят сами за себя. Тут рыдают стены и кричит бетон о том, как жизни погружаются в вечный сон. Дмитрий Богомолов, Ирина Калякина, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует...